Спасибо еще раз. И пойдем дальше по программе. И у нас сейчас будет некая часть, которая будет посвящаться нашим попыткам ранней диагностики и вообще некого скрининга в отношении меланомы. И мы эту часть разделили на две подчасти. От двух учреждений, что ли, опыт регионов. В том числе, да, кстати, да, тут просто первые двое выступают, как бы оппонируют друг другу, а потом еще опыт регионов. Но давайте мы тогда начнем с первых. Это будет доктор Зинкевич или доктор Синельников? Кто из вас первый? Ну давайте. Вы гость тут, понимаете, давайте. Тогда вы, московский гость. В 2013-й год. В грубой форме этот индекс отражает то, сколько вообще умирает пациентов от того или иного заболевания, в данном случае от меланомы. И видно, что этот индекс примерно равен 40 на протяжении всего этого времени и практически не изменяется и говорит о том, что приблизительно 40% пациентов с меланомой кожи в России умирают. И связаны, конечно, такие показатели с показателями диагностики в России. Менее 30% случаев меланомы кожи в России диагностируются на стадии 1. Порядка 44-47% в разные годы диагностируются на стадии 2. И часть случаев диагностируется уже на стадии 3 и на стадии 4. И хотя формально, в общем, выглядит так, что большая часть меланом диагностируется на локальных стадиях, видно, что большая из вот этих локальных стадий – это стадия 2. В динамике эти показатели на протяжении лет тоже не меняются. И так и остается первая стадия примерно 30%, вторая стадия порядка 42-43%, третья стадия порядка 15-16% и четвертая порядка 10%. В Российском онкологическом научном центре было проведено исследование, которое ставило свою задачу определить то, на какой подстадии выявляется большая часть пациентов с меланомой кожи. Было показано, что те пациенты, которые направлялись к нам на стационарное лечение, у большей части из них, у 29% меланомы кожи, была диагностирована на стадии 2С. И, вероятно, этот показатель отражает и то, что в целом происходит по стране, что большая часть все-таки диагностируется на 2С стадии. Если говорить о средней толщине опухоли, то тоже она у нас очень большая, порядка 4,5-4,6 мм. Причем такая оценка была проведена и в 2008, и в 2013 году, и примерно ситуация одинакова. То есть не меняются показатели средней толщины опухоли в Российском онкологическом центре. Для сравнения приведены данные университетской клиники Шлезен-Гольштейн. И там видно, что средняя толщина опухоли, при которой диагностируется меланома кожи, там, ранее составляла порядка 1 мм, сейчас составляет 0,85 мм. И такая картина в целом характерна для стран Западной Европы, где большая часть меланом диагностируется при толщине опухоли порядка 1 мм. Что такое вот эта стадия 2, стадия 2С, при которой диагностируется опухоль в России? На представленном слайде расчетный прогноз пациента, мужчины, 56 лет, у которого меланома кожи диагностирована на стадии 2С, толщина опухоли 6 мм, с изъязвлением. Видно, что вероятность пережить 10-летний период у такого пациента составляет всего 30%. А риск смерти от заболевания высокий, достигает 20% уже в течение первого года после иссечения первичной опухоли, дальше плавно снижается. Но даже спустя 15 лет, если такой пациент выживет, составляет порядка 5% в год. Ну и если брать этого пациента, то прогнозы эти вот реализовались. У него было иссечение первичной опухоли в феврале 2012 года. Меланома Т4БН0М0. Далее было прогрессирование в августе 2012 года, то есть через несколько месяцев в виде метастаза подмышечной лимфоузы слева он был прооперирован. И потом было прогрессирование в феврале 2013 года. Метастазы в мягкие ткани, печень и смерть от заболевания наступило в августе 2013 года. То есть немного более, чем через год после иссечения первичной опухоли. И вот таких вот, к сожалению, здесь не очень хорошо видно на данном, в связи с техническими проблемами. Таких пациентов мы тоже видим достаточно часто. И что здесь примечательно? Эта опухоль у пациентки росла, это женщина 66 лет, которая отмечала медленный рост опухоли в течение 30 лет на поверхности кожи спины. И лишь в течение последнего года, перед мартом 2015, она заметила рост экзофитного компонента. А вот плоская часть опухоли росла у нее 30 лет. Эта женщина с сопутствующими патологиями, у нее есть ишемическая болезнь сердца, у нее есть гипертоническая болезнь. В течение всех этих 30 лет она многократно посещала различных врачей и онкологов. Она проходила диспансеризацию, поскольку она работала на военном предприятии. И в течение всего этого времени никто не обращал внимания на заметную, очевидную на поверхности кожи спины большую пигментную обухоль. В марте 2015 года было выполнено иссечение, меланома Т4Б0М0. В сентябре 2015 года прогрессирование метастаза подмышечной лимфоузлы с обеих сторон, печень легкие. И с этого времени, по настоящее время мы проводим на данной пациентке химиотерапию с неплохим эффектом. Но суть заключается в том, что, конечно, у этой пациентки были очень хорошие шансы рано выявить это заболевание, если бы она своевременно обратилась к онкологу, если бы она была направлена к онкологу. И таким образом, помимо наших сугубо онкологических проблем, мы имеем еще проблемы в том плане, что у нас не информированы сами пациенты, само население о какой-то пигментной патологии, и не информированы врачи общей практики, хирурги, терапевты о том, как может выглядеть меланома кожи. И в результате пациенты очень поздно направляются к онкологу, тогда, когда у них уже вот эта вот меланома стадии 2С. Возникает вопрос, что с этим вообще можно сделать. Конечно, огромную роль играет пропаганда и санпросвет. И есть такая вот акция, Всемирный день диагностики меланомы, и в России она тоже проводится. В России она проводится российским альянсом дерматологов и косметологов. В ходе этой акции население широко информируется, благодаря средствам массовой информации, телевидению, и обращается к врачам-дерматологам, которые производят осмотр, это в разных городах происходит. И в том случае, если дерматолог подозревает меланома кожи, он направляет такого пациента к онкологу. В 2008 году российский онкологический научный центр выполнял такую экспертную роль. Мы принимали тех пациентов, которые направлялись к нам дерматологами с подозрением на меланому кожи после осмотра дерматоскопии, которую они провели по первичным обращениям в рамках этой акции День меланома. Мы осмотрели 202 пациента с предварительным диагнозом меланома кожи, среди которых было выявлено реально диагностировано 5 меланом кожи. То есть была очень большая гипердиагностика на этой акции. Возможно, это было связано с каким-то недостатком существующих алгоритмов дерматоскопических. Возможно, это было связано с тем, что не все специалисты, которые смотрели пациентов на первичном приеме, были достаточно подготовлены в данном вопросе. Но такая вот гипердиагностика послужила нам предлогом попробовать организовать некую свою программу и некую свою акцию. И мы создали такую программу ради ранней диагностики, в ходе которой сосредоточились тоже на пропаганде и дистанционном обучении населения людей с тем, чтобы они понимали, как может выглядеть меланома кожи и когда им надо обращаться к врачу. В чем заключалась суть программы в целом? Сначала был создан специальный сайт, на который пациенты могли зайти и ознакомиться с данными о том, как может выглядеть меланома кожа. Там была информация, как правильно себя осмотреть. Была предложена анкета, которую можно было заполнить и направить на анализ, собственно, в наш центр. И можно было прикрепить фотографии с какими-то образованиями, которые пациент мог счесть подозрительными после того, как ознакомился с информацией о меланоме вообще. Пациенты заполняли регистрационную форму, направляли эти анкеты нам, мы их оценивали. И либо решали, что нет повода для консультации специалистов, если там были очевидные папилломы, либо другие доброкачественные образования. Либо, если речь шла о каких-то пигментных образованиях, мы решали, что такие пациенты заслуживают внимания специалистов, приглашали их на прием, на осмотр, на дерматоскопию, и при необходимости уже выполнялась эксцезионная биопсия. С той целью, чтобы пациенты были информированы, здесь, к сожалению, не видно, но были сделаны различные посты во всех социальных сетях, в Лайджорнере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере. Была информация по федеральным каналам телевидения, по ОРТ и НТВ. И это помогло нам привлечь большое количество пациентов на, собственно, вот этот сайт ранней диагностики меланомы. На нем были представлены различные картинки с меланомой кожи, всевозможная информация на этот счет, правила самоосмотра, правила фотографирования, отдельное внимание было уделено детям и тому, как родители должны осмотреть ребенка. И после этого мы получали различные фотографии. Конечно, вот такого рода фотографии мы не приглашали пациентов на осмотр. Ну, а если у нас были какие-то пигментные образования, то такие пациенты, конечно, приглашались. Мы их осматривали, выполняли им дерматоскопию. И в числе прочего попадались вот и такие фотографии. И в данном случае эта пациентка молодая женщина, она была приглашена в онкологический центр. Мы ее осмотрели, выполнили ей иссечение опухоли. И это меланома кожи толщиной 1 мм. И в общей сложности результаты программы выглядят так. Так, всего на сайт зашло порядка 10 тысяч пациентов. Из них прислала анкета порядка 2,5 тысяч. Они были проанализированы. По результатам анализа анкет приглашено было и выполнено дерматоскопию, осмотр 461 пациенту. И всего за время работы этой акции в 2011 году, а также весной-осенью 2012 года, было выявлено 14 меланом. При этом надо сказать, что практически все эти меланомы на ранней стадии с толщиной опухоли, но порядка 1 мм и чуть больше. В чем были различия этих двух акций, которые День меланомы и, собственно, вот эта вот наша программа. В акции День меланомы задействовано очень большое количество врачей в большом количестве городов. С одной стороны, это очень хорошо, потому что это привлекает внимание людей из разных мест, они могут посетить врача. С другой стороны, когда акция проводится частично с использованием телемедицины, локализация пациента в этом случае вообще не имеет значения. И в нашем случае мы тоже смотрели анкеты пациентов из самых разных городов. И просто в том случае, если подозревали какое-то пигментное образование, рекомендовали обратиться к онкологу по месту жительства в том городе, в котором они находятся. В акции День меланомы, День диагностики меланомы, было задействовано большое количество врачей, 542 врача в 2011 году. А вся работа по примерно тому же количеству пациентов в нашей акции была выполнена всего пятью специалистами. В течение, она заняла несколько более длительное время, чем один день, порядка месяца с ней работали. Но можно обойтись очень небольшими силами и средствами врачебными. И такая акция, когда она как День меланомы, она все-таки привязана к какому-то одному дню, она требует определенной консолидации и организации. А акции, проводимые через какое-то виртуальное пространство, через сайты, они могут быть не привязаны к каким-то срокам работать по сути в течение всего этого времени. И в связи с этим мы перед собой, конечно, ставим вопрос и задачи о скрининге меланомы кожи, поскольку критериями скрининга является то, что искомое состояние, во-первых, должно быть важной проблемой здоровья, и меланома, безусловно, является важной проблемой здоровья, что должен существовать подходящий диагностический тест, безопасный и приемлемый для популяции, и такой тест тоже существует. Это осмотр, в общем-то, дерматоскопии и эксцезионной биопсии при необходимости. И, в общем-то, такой дистанционный осмотр тоже может являться частью такого теста в глобальном смысле. И лечение для лиц, у которых выявлено заболевание, должно существовать признанное установленное лечение. И для меланомы ранних стадий, конечно, признанное установленное лечение существует. Это хирургический метод лечения, который позволяет вылечить порядка 90% пациентов в том случае, если меланом диагностировано своевременно при стадии 1. И, на наш взгляд, такая вот дистанционная работа с пациентами, использование телемедицины, может как раз пособствовать скринингу меланомы кожи и, в целом, охватить большое количество населения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.